В далёком 2012 году компания CD Projekt анонсировала разработку игры под названием Cyberpunk 2077. В 2013 году вышел тизер-трейлер, созданный на основе игры, находящийся в стадии зачаточной концепции, и по большому счёту не имеющий ничего общего с конечной игрой. И только в 2016 году было дано объявление, что разработка игры ведётся самыми активными темпами, и что трудится над ней сейчас больше людей, чем над всеми играми, выходящими ранее от этой студии, в том числе и больше, чем было занято в разработке третьего Ведьмака. Не говоря уже о постоянных новостях о расширении штата и поиске новых руководителей тех или иных направлений, будь то главный дизайнер с опытом работы над шутерами или директор по сетевой составляющей игры. Однако, согласно заявлениям разработчиков, сама игра выйдет не раньше 2017 года, но и не позже 2021. В CD Projekt не раз повторяли, что Cyberpunk 2077 станет для них самой смелой RPG. Правда, несмотря на то, что проект анонсировали ещё несколько лет назад, представлений чего именно ждать от новинки довольно мало. Я перерыл весь интернет в поисках интересной ключевой информации о Cyberpunk 2077, и сегодня я хочу поделиться ей с вами. Привет, ковбой! С вами Войсеребус и просто канал об играх. Кто давно наблюдает за моим каналом, знает, что я большой любитель RPG в средневеком сеттинге с магией, мечами и драконами. Но мало кто знает, что второй по-любиве сеттинг для меня это киберпанк. Если средневековье это рыцари, подвиги и спасение мира, то киберпанк всегда был чем-то более мрачным, брутальным, жестоким и про антиутопию. И пока что, на стадии тизера и обещаний, мне игра очень нравится. Но давайте по порядку. Сама концепция мира заложена еще настольной игрой Майка Понтсмита «Киберпанк 2020». Но игра нам будет рассказывать о событиях, которые происходят немного позже, в 2077 году. Кстати, было бы интересно, если игра выйдет в 2020 году, как бы намекая на игру прародителя. По словам разработчиков, они активно привлекают к разработке самого Майка Понтсмита в рамках консультирования по некоторым идеям и концепциям. Лично для меня это ничего не значит. Все мы знаем, что такое привлечение может как способствовать сохранению атмосферы, так и в какой-то мере вносить разлад. Но то, что игра будет мрачной для взрослой аудитории, сложным моральным выбором и в основе своей руководствоваться принципами старого киберпанка, разработчики продолжают повторять неустанно. Лично я со старым киберпанком знаком разве что по старым аниме, название которых я сейчас даже вспомнить не могу. Но я помню их атмосферу и особенно послевкусие. Если игра даст схожий эффект, то это будет просто потрясающе. Что же касается РПГ составляющей, то киберпанк будет поистине ролевой игрой со всеми ее особенностями. Начиная от создания собственного персонажа, в отличие от Ведьмака не ограничиваясь полом, внешностью, продолжая выбором его предыстории или скорее роли, которых на выбор будет 9 и которые определяют дальнейший стиль прохождения игры. Главный герой может стать полицейским, сотрудником корпорации, уличным дилером, журналистом, хакером, кочевником в банде мотоциклистов, рок-музыкантом, наемным убийцей и механиком. Что интересно, в Киберпанк 2077 облик главного героя влияет на общение с другими персонажами. Например, одевшись в дорогой костюм, легче договориться с влиятельными бизнесменами о положительной сделке. Будет ли в Киберпанк классическая система прокачки параметров силы ловкости, я не знаю. Но точно знаю, что в игре будет развернута система аугментации и кибернетизации. Причем это будет важнейшим элементом геймплея. Так, вероятно, от выбранных улучшений и будет зависеть сам геймплей. И тут главное не накосячить и не перемудрить. Кстати, все мы знаем вселенную Deus Ex, в которой существует некая острая социальная проблема аугментации. Когда общество тупо раскололось на два лагеря, на тех, кто поддерживает кибернетические модификации тела, и тех, соответственно, кто выступает против них. А вот в далеком будущем Киберпанка этот вопрос уже давно никого не беспокоит. Все настолько свыклись с технологиями, что часто кибернетизируются не ради получения новых возможностей или повышения характеристик, а только ради того, чтобы быть модным. Можно предположить, что выбранные нашим персонажем аугментации будут отображаться визуально. Это было бы действительно очень круто. Но вот что меня беспокоит. В Киберпанк можно будет переключаться между видом от третьего и от первого лица, как в GTA 5 или Fallout 4. Более того, мы понимаем, что Киберпанк это проагнестрельное оружие. А опасения мои связаны с тем, что будет ли это шутер с элементами RPG, каким стал Fallout, или RPG с видом от первого лица и интересной системой стрельбы, то есть то, чем хотел стать Fallout. Но пока игра не выйдет, точно мы этого узнать не можем. Что еще мы знаем об этой игре и ее мире? Он будет точно открытым, но не таким, как Ведьмаке, вероятно, с точки зрения геймдизайна, но точно больше. Также мы знаем, что основное действие будет происходить в рамках огромного живого города. Игрокам будет доступен наземный и воздушный транспорт, и то, что сама игра будет невероятно масштабной. Более того, нам обещают интегрированный мультиплеер. Данных о том, каким именно он будет, нет. Возможно, мы ждем даже маленькой революции в этом плане. Огромный живой мир, отличная песочница, сетевая составляющая. Это хорошо, но этого мало. Нам нужен сюжет и квесты, ведь без них RPG не RPG. Создатели Ведьмака зарекомендовали себя, как одни из самых лучших сценаристов в игровом плане. Ведьмак в плане игрового сюжета и квестов просто великолепен. Всего этого стоит ждать и от Киберпанк. Я надеюсь. В CD Projekt обещают, что любой квест можно будет пройти несколькими способами. Причем, последствия принятого выбора наверняка аукнутся героя в будущем. Я уже предвкушаю кучу гайдов на этот счет. В итоге, не будет явного деления на черное и белое. Поэтому игроку придется долго думать над тем, как лучше всего разрешить каждую неприятную ситуацию. А точнее, какой из зол наиболее оптимальная или выгодная. Главное же, что я знаю о сюжете Киберпанк 2077. Это будет история о том, как один человек поднимается из грязи в князе в прогнившем антиутопическом городе. Разработчики хотят показать тяжелый путь главного героя, максимально реалистично и без лишнего пафоса. Поэтому в Киберпанк не придется спасать мир или вершить судьбу целых народов напрямую. Хотя, мне кажется, наше решение будет влиять на них самым прямым способом. А это вся информация по игре, которую мне удалось найти. Новые подробности и полноценную демонстрацию игрового процесса Киберпанк 2077 нам обещают только в следующем году. В CD Projekt признают, что студия поторопилась с анонсом игры в 2012 году и тизером по несуществующему миру в 2013 году. И нужно было поступить так же, как ребята из беседки, анонсирующие свои игры за 3-6 месяцев до их релиза, показывая уже практически готовую игру. С другой стороны, как минимум, нет заявлений о секретных проектах и тысячи догадок, что же это может быть. Но как бы то ни было, после первоклассного Ведьмака все готовы дать компании столько времени, сколько потребуется. Главное, чтобы не пришлось ждать до 2077 года. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой игре, ждете ли ее и знаете ли еще какие-нибудь новости, факторы или слухи, о которых я не упомянул. В группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании, я добавил обсуждение по этой игре. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь на группу и обсуждайте. Не забывайте про программу Герой этого видео. Если у вас есть навыки и время для помощи развития канала, то пишите в личку, обсудим. А также, если есть желание или возможность помочь каналу финансово, кошельки есть в описании. Не забудьте написать мне в личку о своем благом деле. А мы увидимся в следующем видео, и на этом пока, всем пока-пока.